На прошлой неделе телезвезда заявила, что подала в суд на развод с мужем. Отношения супругов, расписавшихся прошлым летом в одном из ЗАГСов Москвы, не сложились по словам ведущей. Они расстались с друзьями и у них не возникло никаких разногласий по поводу раздела имущества. Стархит вспоминает, как складывались отношения парой, казалось бы. Только летом прошлого года Дана Борисова решилась впервые выйти замуж. Ее избранником стал бизнесмен Андрей Трощенко, который ради эффектной телеведущей развелся с женой, а в апреле 2016 года, спустя 8 месяцев брака, Дану и Андрея ждал развод. Стархит решил вспомнить, как протекали отношения Борисовой и Трощенко и почему молодые люди все же расстались. Андрей мой сосед по дому. Мы знакомы уже три года. Однажды мою машину эвакуировали, и Андрей любезно согласился меня подвезти. Так мы впервые разговорились, рассказывала звезда о знакомстве с избранником. Некоторое время они общались как друзья. Дана знала, что Андрей женат. Однако после вопроса о том, почему бизнесмен и его супруга не заводят детей, для телеведущей ситуация приобрела совершенно другой характер. С момента нашего знакомства меня интересовал один вопрос, почему они с женой 8 лет, а у них до сих пор нет детей. И я спросила. Андрей честно ответил, что они пока просто не готовы, мне это показалось странным, оба молоды, красивы, обеспечены, а детей не хотят. В тот момент я поняла, что в браке у них не все гладко. Заявила Борисова, благодаря чарам эффектной блондинки уже в мае 2015 года Трощенко подал документы на развод. 23 июня Дана Борисова стала супругой бизнесмена. Они расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Информация о дате свадьбы держалась в секрете, чтобы не привлечь повышенное внимание журналистов к этому торжеству. В день свадьбы Борисова показала в своем микроблоге страницу паспорта с печатью об оформлении брака. Праздничный банкет был перенесен на август. В ресторане «Лето» в присутствии друзей и близких молодожены повторили свои свадебные клятвы и разрезали торт. Мероприятие было выдержано в деревенском стиле. На Борисовой было платье. С ШТОЕ в ателье Софи Страката. Наряд дочери Полины был почти таким же, как у ее счастливой мамы. На свадьбе выступали подруги невесты Наталья Гулькина и Корнелия Манго. Дана и Андрей, как и подобает новоиспеченным супругам, исполнили танец, а также угостили присутствующих тортом. С выбором которого помогала дочка телезвезды, Полина нашла общий язык с супругом мамы. По словам Борисовой, девочка даже говорила Андрею, как его любят отношения. Дана с ее мужем начали ухудшаться в конце зимы. Последние два месяца Дана и Андрей постоянно ссорились по самым разным поводам, а три недели назад, когда до ночи не было дома, он собрал кое-какие свои вещи. Все, Мерседес с женой уехал в неизвестном направлении. Все это время она пыталась с ним связаться, в итоге написала заявление в полицию об угоне. Дана призналась мне, что это жирная точка в ее браке, на днях она пойдет подавать заявление на развод, сообщила подруга звезды Оксана. Многое окружение звезды поговаривало, что у Андрея весьма сомнительный бизнес. Он начал жить в Москве восемь лет назад, после того, как у него закрутился роман с Даной, он переехал к ней жить. Сама звезда объяснила это тем, что не хотела, чтобы дочке было далеко ездить в школу. После случая с угоном машины пара, казалось бы, все-таки помирилась, однако Андрей продолжил периодически исчезать. Борисова надеетилась, что отношения наладятся. Но потом она не смогла больше терпеть такое поведение супруга. Все хорошие рано или поздно заканчиваются. Вчера в одностороннем порядке через мирового судью подала на развод бывший муж, с которым не общаемся с 9 марта, был занят и через ЗАГС разводиться не захотел. Поздравьте меня с окончанием первого и единственного в моей жизни брака, написала Дана в своем микроблоге. Подписчики подбодрили звезду и сказали, что она достойна большего, да и сама телеведущая призналась, что с мужским вниманием после новости о разводе у нее проблем не возникло. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...